Добрый вечер. Я сегодня вам расскажу про платформу для интернета вещей с точки зрения через призыв. Я занимаюсь высоконагружными системами уже лет 14 и сейчас в данный момент работаю в перепаде, но сейчас я буду рассказывать про, скажем так, открытый проект, который мы делаем в РАН, как Белорашн и Дэйд Бейзер Групп. И расскажу, к каким выводам, к какому видению мы пришли за время целой комьюнити, которая имеет опыт в разработке высоконагруженных систем. То есть мои контакты, если будут какие вопросы после этого, или же через организаторов можете со мной связываться. То есть про что я буду рассказывать? Ну, в принципе, про интернет вещей, но, как я уже сказал, через призму высокой нагрузки, соответственно, поэтому больше буду про паттерны доступа к данным рассказывать, почему, что важно, как работать. Расскажу про разные концепции, которые мы считаем, что нужно разделять. Это про IT-мидловые, про IT-платформы, что же все-таки это такое. Ну и, в принципе, как бы референс архитектуры расскажу то, к чему мы пришли. Вопрос в том, что, прошу тоже это воспринимать как референс архитектуры, она полностью как бы доказана в каких-то вещах. Это то, что… Ладно, давайте походу. Так. Это маркетинговый слайд, да, то есть всякие, что диджитализация жизни, улучшает качество жизни. Реал-тайм, мониторинг, аллерг, юзер-экспириенс, разная аналитика реал-таймовая. Все это, то есть иные города стали появляться, всякие амбициозные планы, там сделать полностью автоматизированный Дубай или Нью-Йорк, там что-нибудь в этом роде, да. Разная персонализация, улучшение юзер-экспириенс, улучшение бизнес-экспириенс, чего было. Мы хотим быть в тренде, да. Но здесь очень важный вопрос. Вот другой слайд. Он уже более такой аналитический. Есть консалтинговая компания, которая называется DCDG Enterprise, которая занимается всякой сбором статистики по миру. И они анализируют, вот в том числе был такой у них отчетик про миру интернета, данные вообще, которые вокруг нас. Понятно, что когда-то были данные классической структуры, там табулярные документы, стали появляться в блоге, разные связанные connected. Это для социальных вещей, не только, в том числе интернет вещей. Сейчас он, как правило, connected, потому что InterDevice Communications важная вещь здесь. Ну и, соответственно, машина генерируемой данной. И что мы здесь видим? Мы здесь видим, что рост больше чем в 15 раз за последние несколько лет, он обусловлен именно тайм-серия с данными в итоге. Да, тайм-серия с данными, графовые данные, новые типы данных и объемы сумасшедшие. И нужно с этими данными работать, их нужно процессить. Мало того, что их нужно потреблять, естественно, нужно какие-то закрывать пользовательские истории, приносить какие-то новые инсайты и иметь с этого пользу, а не просто с ними работать. Вопрос следующий, что, как бы, есть классический пост такой Джеффа Ходжеса, одного из основателей Big Data движения вообще в мире, который называется Notes on Distributed Systems for Young Plants, да? Который говорит о том, что, ребята, если все влазит на одну машину, в память, в диск даже один, то все настолько тривиально и не связывайтесь с разными сложностями и проблемами, которые несет любая распределенная система. Это будут дополнительные косты и, соответственно, дополнительный бой на поддержку, на расширение. И, соответственно, все тривиальное делаете по старинке. Но как только мы не влазим по нагрузке, это не только по данным, по процессингу, например, там, нужно нам держать тысячи конкурентных пользователей, там, сессии их, нужно держать тысячи девайсов конкурентных, все что угодно. Это уже нужно скейлить, и здесь мы начинаем что-то придумывать, да? И реальности такие, что данные растут, нагрузка растет, количество параллельных сессий растет, и пользователь становится все более и более капризный, и если он раньше просто требовал Big Data, то сейчас с приходом на рынок разных сенсоров, разных девайсов, с которых мы хотим иметь инсайты, да, то есть уже пользователи начинают требовать Big, Hard, Smart, Fast, Reactive Data, ну и куча-куча других базовых. Я на самом деле слово Big Data не очень люблю, потому что я высоконагруженные системы мониторинга 24 на 7 еще 15 лет назад разрабатывал. Это современный стикер, поэтому, как бы, я такой базорд, очень, скажем так, близкий многим модный, поэтому я его, в принципе, употребляю. Ну, теперь вот через такое небольшое интро начинаем разговаривать про интернет вещей. В первую очередь я расскажу, то есть являясь уже 4 года выделенным экспертом в Big Data Competency Center в ЕПАМе, я уже проектов 30 айтишных запустил, как бы экспириенс масштабируется, постоянно собираю фидбэк с них и вижу, что к чему приходит, приводит пользователей, чем довольны, недовольны. То есть самый хороший фидбэк, ну, я имею в виду самый полезный, это рекламация, да, когда кто-то чем-то недоволен. Исходя из этого мы решили сделать такое наше видение, как акселератор, как референс архитектура для интернета вещей. Но для начала нужно синхронизировать наше видение, что же непосредственно мы требуем от интернета вещей, потому что разные заказчики приходят, разные люди приходят, у телекомщиков у них свое понимание интернета вещей, о ЛМГС приходит, у них совсем другое понимание интернета вещей, ну и так далее и тому подобное. И я сейчас хочу именно рассказать про то, что я имею в виду под интернетом вещей, что я от него требую. Я быстренько пробегу через эти слова, по крайней мере через те, которые важны. Естественно, интернет вещей, значит, мы хотим управлять, собирать данные с приборов. Но мы хотим собирать данные с не бесконечного количества приборов, постоянно растущих. То есть, например, тот же самый какой-нибудь танкер идет в океане, в котором там, например, сто тысяч контейнеров в каждом по тысяче датчиков, там давление, там открытие, закрытие дверей, там какие-нибудь температуры, там и так далее и так далее. Или тот же самый Boeing летит, у него столько в двигателе всяких сенсоров, он, не помню модель Boeing, там говорили 40 терабайт данных за полет генерировать, перелететь в Атлантику. Это я вот говорю про что я сейчас, то есть не про тот интернет вещей, который, скажем так, вот парковочка, 300 машин, 15 шлагбаумов, мы с них собираем данные, да, то есть открытие, закрытие, там окей, это, как говорится, все в память влазит и слушаем, помним Джеффа Ходжеса, что все делаем локально. А именно про вот такие платформы, программы для интернет вещей, которые будут под нагрузкой. Аналогично, соответственно, количество endpoints, юзеров, очень важные вещи, это fail-tolerance, zero downtime, вот, особенно когда вкупе с low-balancing эластичностью, вот я вот, например, могу рассказать, почему это критично, потому что вот был такой тоже кейс, пришла gambling company, gambling company, то есть они берут ставки bets, они берут в real-time bets, то есть вот Месси пересекает чужую половину поля, и они в течение 2-3 секунд берут ставки, ударит ли он поворотом. В этот момент, то есть и девайсы разные, планшеты, в этот момент пики нагрузки достигали 2-х миллионов сообщений в секунду, когда люди торговались, торговались. Тут нужно было, опять же, такие вещи, как гарантии доставки сообщений, да, длинный гарантист, потому что это все деньги. Не хочется там at least once, most once, хочется exactly once, потому что кому-то не подарить, и кто-то не потерял деньги. Хочется здесь транзакционность, потому что все эти ставки идут через, пересекаются через какую-то базу данных, джонница, то есть wallet, кошельки, чтобы не пускать кого-то там сумасшедшего игрока в минус, да, чтобы не подарил ему казино там миллион долларов. Это все интернет вещей, я это кейсы говорю, который встречался непосредственно, с которыми работал, и насколько я понимаю, пришел к выводу, какие вопросы нужно в минус, чтобы знать, как решать. И я хочу расшарить этот опыт с вами сейчас. Понятно, интеграции, cross-device, communication – это очень важная вещь сейчас, потому что вот было тоже недавно такой кейс, запустили для однолиховской конторы IoT-платформу, то есть датчики на мобильных телефонах, там, на чем угодно, и именно семейные такие профайлы, да, и чтобы люди даже обменивались сообщениями, ну, то есть, например, там, кто-то мониторит там здоровье своих там престарелых родителей или там дети, как спят, электронная няня, ну, которая там более умная, потому что там сейчас ужасный случай, я как с холлской конторой это познакомился, почитал статистику, что там сколько людей, детей, грудных младенцев там умирают от души там во сне и так далее. Поэтому нужны гораздо более умные системы, и которые, когда их много, то есть, например, медицинская социальная сеть какая-то, когда миллионы пользователей, хочется сделать какой-то проход пуш-уведомлений друг другу, по крайней мере, людям в одной группе, не заходя на бэк-энды, то есть уменьшить SLA, чтобы там, если здоровье там или пульс падает у кого-нибудь, или дыхание у ребенка там, не дай бог, чтобы это сразу родителям пришло на уровне гейтвэя, чтобы это произошло кросс-коммуникация и рутинг сообщения, а потом уже пошли данные дальше, бэк-энды во все, ну и пошел какой-то там уже более серьезный decision making, там вызов, там может скорой, чего угодно. И вот когда начинаешь делать такие вещи, и кросс-девайс communication становится очень важным моментом. Ну и это просто как один из кейсов, на самом деле их было очень много, когда там девайсы от девайсов зависят, да, то есть там, я не знаю, например, восточное побережье США, там одна подстанция электроподстанция, другая тоже была такая кейс, там падает напряжение, нужно быстро другую там включать мощности, чтобы они друг с другом, все сенсоры общались, а потом уже шло в аналитику для разбора, для расследования. Так, дальше ускоряемся. Ну, использование и битестинг очень важен, то есть с разной версией прошивки, там что угодно, разные модельки данных загружать. Сейчас же, знаете, уже даже TensorFlow и другие фреймворки позволяют запускать диплёрнинг на тренинг и модели, даже на мобильниках, на икосах, на андроидах, на разбери, на чем угодно. И, соответственно, это сумасшедший экспириенс в смысле оффлайн работы, да, то есть вот, например, то же самое, возвращаясь с Киховской системой, там, если эпилептик идет, и у него модель, которая мониторит его здоровье, ему говорит, там, присягь, ну, если начинает, ну, припадать, чтобы, там, не ударился головой что-нибудь, и он в поле, например, когда какой-нибудь вышка сотовая недоступна, ему, конечно, это критически важный такой экспириенс. Я имею в виду, это пока что про аналитику, которая загружается обратно на IT-девайсы любые, и, естественно, даже на IT-девайсах очень важен такой вот экспириенс по тестированию, там, IP-тестинки, разные вещи. То есть это тоже стало в IT-платформах подобного масштаба критически важным. Деплоимент, как правило, это подобные системы, да, которые не влазят на один сервер. Это достаточно сложные платформы, их нужно деплоить на QA, на DEV, на Staging, на Production Cluster, как-то девелопить как-то, то есть инфраструкция языков, какой-то декларативный, любое описание. Так, то есть это должен быть reproducible, disposable online. Почему? Опять же для разработки и для разных вещей. Data-сайентисты, вот такие люди загадочные, они берут, начинают с чем-то там работать и, как правило, там, ну, эксперименты ставить, да, то есть Data Science это постоянный дриллинг данных, поиск инсайтов, то есть они там или данные корраптят, или там доставят какие-то пакеты за корраптят environment, и чем откатываться обратно, искать там, чтобы вызывать девопсов и ждать там, блин, этого, их SLA неделю. Проще использовать environment, новый поднять, то есть все это очень важно, очень нужно. Ну, понятно, это и касается PCI-CD, когда у тебя инфраструктура в виде кода описана декларативно, все это, это одна из основных вещей. Ownership question, это именно данные, многие кастомеры не хотят идти в клауд, которые сегодня вот с деньгами работают, healthcare, sensitive информация, это, кстати, касается последнего пункта, PCI, HIPAA и другие, compliance, security, sensitive данные, то есть если и healthcare, то вы без HIPAA, compliance вообще не одна, то есть из-за этого всегда, например, если говорить про удочные решения, Amazon всегда проигрывал Microsoft, хотя Amazon более зрелая платформа, потому что Microsoft сразу выходил на рынок с compliance со всеми, со всеми там сертификатами, медальками, и, например, говорят, папа, ну ты там госпиталь, ты там или милитари, там или еще что-то там, пожалуйста, это наша вообще киллер фича, которая там всех болит. Ну и вот основные вещи, то есть менеджмент, мониторинг, инсайт, здесь это понятно удаленно, все в реалтайне, что важно везде. Сейчас очень важна такая вещь, как predictive device maintenance, то есть кейс тут простой, то есть современные средства аналитические позволяют делать такие вещи, то есть элементарно там собирать телематику с любого девайса и предсказывать, когда у тебя есть огромный объем данных уже существующей телематики, да, и статистика выхода из строя тех или иных девайсов, скажут, там, иди там, например, в такой-то центр поменять, там, вот. Это очень важно для, опять же, для Hellscape, потому что это, говорю, такой был наиболее интересный с точки зрения этого кейса, то есть есть приборы дыхания у людей, сердцебиение там, которые поддерживают искусственного, и они постоянно должны мониториться в том смысле, что там, эй, человек, тебе там месяц остался, батарейка сядет, ну-ка с Хадиком, ну, на это самое, то есть вот такие вещи. А есть еще такая штука, как impact analysis, да, например, это сейчас вот графовые базы данных, аналитические системы стали очень, скажем так, уже более-менее mature, не то, что было раньше, и они открыли совсем другие горизонты как для аналитики, так и для интернета вещей. Что такое impact analysis? Когда ты в виде графов представляешь, например, всю свою инфраструктуру, ну, для мобильного оператора, например, вышки, связи, оптоволокно. Представы в виде графов, ты отсекаешь, например, какую-нибудь грань и смотришь, какой сегмент сети отвалился. И это можно делать в реалтайме, можно на этом преддикшены делать, все что угодно. И там ты говоришь, что вот это вот слабое звено, если упадет, то за аффекты, там, например, треть твоего бизнеса. Лучше сделай профилактические работы, а не жди аварии, например. И подобная аналитика – это то, что называется predictive maintenance. И она, опять же, стала возможна только с помощью современной аналитики, когда технологии развились. Потому что раньше на реляционках, например, графовые базы данных или то что, это очень сильно связанные данными. Соответственно, на реляционке поделась только джойнл, чтобы любые такие вещи проанализировать и поймешь, что лучше тебе без импект-анализа обходиться. Так, ну это точно также связывается как здесь аналитика, так и здесь. Люди просят, естественно, уже именно сами инсайты, комплексы процессов в реал-тайме – fraud detection, естественно, там, банки, там, страховые, там, опять же, к казино возвращались, так как был очень интересный кейс тоже. То есть то, что у них, ладно, реал-тайм бидинг был, bets – это окей. А вот у них там своя внутренняя была система, то есть они мониторили, как бы у них была такая аналитическая база данных с коэффициентом, скажем так, азартности каждого своего клиента, да, и, например, он так приходит, там, палтишок спустил, думает, не прет, не уходит. Сразу же этому на зале звоночек, что у него высокий рейтинг азартности, задержите его. Сразу бежит человек и говорит, «Ой, вы наш лучший клиент, казино вам дарят 300 долларов». Только в фишках, да, идите их под… То есть они затягивают, затягивают. И вот это тоже мониторинг, и интернет вещей, и реал-тайм, инсайты, аналитика – все это нужно. То есть это вот те требования, которые мы выдвигаем после очень многих большого экспириенса работы с интернетом вещей, разные профильные проекты, клиенты. Теперь как же на это смотрят вендоры основные? Это то, что называется референс архитектуры любой этой платформы. Это кусочек официального документа из Microsoft, из документа Microsoft Azure IT Reference Architecture, но примерно так же смотрят основные другие вендоры на этом рынке, то есть Amazon, Eclipse, Red Hat, Eurotech. Видение примерно одинаковое. Картинка, вот я только взял из одного документа, чтобы не по всем не понимать. Мы вот сами вот эти кубики не рассмотрим, просто по верха. Есть три основных зоны, да, это connectivity, это логическая архитектура. Потом маленький взгляд на физическую, и пойдем про то, что как наше видео. Я имею ввиду big data, user group, профессионал физкульпан и так далее. Окей. То есть вот device connectivity, менеджмент и уже интеграция аналитики. Основного здесь внимание нужно вот сюда. Потому что это та часть, которая делает просто вот эту аналитическую платформу IT-платформы, да, это, соответственно, есть девайсы, на которых деплоются какие-то IT-клиенты, которые сливают данные или получают данные производительского гитвея, которые в облаке уже. Почему такая структура? Потому что есть low-power devices, да, то есть всякие там в машине сенсоры, ABS, там, разные там муфты и так далее. Естественно, они свою функцию выполняют, и не нужно их утяжелять там какими-то там, я не знаю, микрочипами, Wi-Fi и так далее. То максимум, что ставят какой-нибудь промышленный датчик, там какой-нибудь ZipB или промышленный Bluetooth-передатчик, который, а уже в самой машине ставят тот же самый Raspberry Pi, который более мощный компьютер, который локально собирает данные, буферизирует их, и потом, например, уже вот этот вот, например, клиент гейтвей на Raspberry Pi сливает этот вклад в гейтвей, в родительский гейтвей, который, в принципе, является полноценным там какой-нибудь там application server, фабрика, серверов там, что угодно, это наш клауд, да. И аналогично обратно, принимаются сигналы после какого-то decision-making, принятия решений с родительского гейтвей, их может принимать вот этот вот какой-нибудь локальный гейтвей на машине и рассылать уже сигналы по low-power connectivity какому-то каналу своим датчикам. Дальше, здесь идет какой-то менеджмент системы, нам это в деталях не нужно разбираться, там понятно, что должен быть реестр девайсов, security, policy, база данных, там, real-time streaming, какой-нибудь batch processing для аналитики более серьезной. Это уже каждый вендорс по-своему имплементирует. Главное, что это достаточно сложный менеджмент системы. Ну и дальше пошли интеграции, уже аналитика более серьезного типа. Вот, соответственно, это более такой, там были layers, tiers с точки зрения архитектуры, да, то есть это уже более физически это как деплоин, да, конкретные сенсоры, robotics, там, сенсоры, smartwatch, метры, вот то, что я говорил, connectivity, разные протоколы, там, BLTI, zigbee, там, zigway, их очень много на самом деле. И у каждого вендора на хардово свои что-то придумывают. Они накладываются на софтовые протоколы более высокого уровня, наш менеджмент и уже BI и аналитикс и интеграция. То есть логическая, физическая, ну, эксплуатация, скажем так, диаграмма, как должна быть интернет, платформа для интернета вещей выглядеть. Вопрос в том, что здесь очень много слоев и все они должны быть реализованы, чтобы называться кому-то платформой для интернета вещей, да, то есть недостаточно там какого-нибудь агента реализовать для одного протокола, там, сервер, который принимает какие-то сообщения и все. Вот. Соответственно, что нам делать, чтобы, во-первых, не изобретать колесо, чтобы достигнуть лучшего именно стабильности, экспириенса и при этом минимизировать time-to-market, да, чтобы не имплементировать пять лет такую вот платформу. Какие мы имеем опции? Ну и сейчас вот я, то есть опции, они на рынке, те, которые непосредственно я использовал и знаю про них много, IBM там, это было с интересом послушал доклад, поэтому, ну, много для меня, но то, что я конкретно использовал и знаю многие вещи про эти платформы, например, Amazon эти, да, у них свой стиль, свои ассеты, свои иконки, но примерно такое же видение, как я показывал там, да, то есть connectivity, management и BI. Это Amazon, Azure тот же самый, про которого я уже картинку показывал. Это Clouds первые два. Это Hortonworks, это Hadoop, это, ну, такое очень тяжеловесное, как пушка, блин, решение. Ну, то есть у них была своя версия Hadoop, HDP называлась, Hortonworks Data Platform, которая являлась таким тяжеловесным, там, Hadoop и Kafka, HBase, Spark, там, все что угодно. Огромный тяжелый кластер. И они для IoT прикрутили HD, Hortonworks Data это Flow. То есть такая же тяжелая штука, второй кластер, там, Kafka, Storm, NiFi, такой же вот Workflow менеджер, как показывал там самого. Ну, то есть и огромный-огромный кластер. Это его преимущества какие? Что он, например, он прямо если сможет запускаться и в Cloud, предыдущий только Cloud. Вот. Cloud в поводу того, что Hortonworks сейчас в пас в Ажуре. Вот. То есть Ажуровский Hadoop, который называется HD Inside, это всего лишь ребрендинг Hortonworks, а там внутренности один в один. И поэтому для людей, которые для кастомеров и для компаний, которые хотят переиспользовать Experience, которые уже инвестировали в Hortonworks, естественно, они хотят дальше по этому пути идти. Это тоже опция, которую нужно знать. Хотя, если с нуля разрабатывать, очень тяжеловесное решение, которое нужно десять раз подумать, идти ли туда с нуля. И то, что еще я использовал Eclipse Tech, это… он сейчас такой реальный зоопарк. Там есть очень много под крышей Eclipse, Eclipse Foundation продуктов, которые, если собрать, они позволят сделать вот типа той платформы, которую я показал, да, в Reference Architecture от Microsoft. Со всеми коннективитами, с локальными гейтваями, с глобальными гейтваями. Просто тут очень много проблем в том, что это все нужно собрать, куча интеграции. Оно не мейчур. Хотя вот Red Hat и Евротех, очень большие эти конторы, они говорят, что они на этом стеке свой смарт-хоум запустили уже, то есть он продакшн-редит. Но очень много вопросов там. Я имею даже то же самое безопасность. В Hellscare хочешь, они говорят, где Hippo Compliance? Нет, тут все, до свидания. Ну, то есть это то, что вот я использовал. И недавно еще WPS O2 использовал, но он вообще не скейлится, я его даже не рассматриваю. У них есть свой IT-стэк, своя система, но вообще не скейлится. В итоге, как бы, все эти системы, которые я использовал, они не закрывают тех вот требований, которые я в начале рассказал. То есть, по разным вопросам. По скиллабилити, по гарантии доставки сообщений, по, там я не знаю, вот обычной все платформы, там не то, что at least once нет гарантий, там даже at most, там только at most once. То есть они, например, говорят, мы там кэшируем где-то в памяти там буфера, там сообщений по пять минут, там я его вожу, а я Amazon такое говорю. Если будет внутренний файлы, то мы просто потеряем эти данные. Ну и будет там что-нибудь. А мы знаем, что облака, но не данные, что там все западное побережье, Amazon умер, стрит. И Trello и прочие большие конторы там похоронили свои данные, которые не задумывались заранее о георепликации и о других вещах. Поэтому облако даже не то, что в рамках одного дата-центра, там несколько по побережью их умерло все полностью. И есть системы, вот я говорю, про которых вот я говорил там, и с деньгами, и с Hellscare, которые абсолютно фитом, они жизненные, эти данные. Их нельзя терять. Маленькое лирическое отступление здесь на два слова. Я почему так широко рассказываю? Потому что я рассказываю про референс архитектуру, да? То, что собрали опыт, там говорю, из 30-ти проектов разного масштаба разным кастомерам, и то, что нужно иметь и знать, как решать, если придет очередной кастомер к тебе, ну, чтобы быть готовым, да? Чтобы не изобретать, опять же, как я сказал, велосипед, там пять лет написать какую-нибудь систему, а просто быть готовым. Вот. В итоге к чему мы пришли? Есть такая система Car, вот, open source, коммерческий вендор рядом, который это делает, как пихает, да, Cybervision, который полностью закрывает, есть уникальные фичи, которые, вот, например, только в этой платформе, то есть набор фич такой, как и у всех, плюс есть уникальные. Zero Dawn Time. Там фабрика серверов, которые принимают там сессии с девайсов, с юзеров, и, например, КА, это просто про одну из многих уникальных фич. Позволяет даже активную сессию и директить на другой сервер. Без потери, без прерыва соединения. Это, и у нас есть опыт, что мы, он премисис, сервер мигрировали в Cloud без downtime, то есть разгружали сервер за сервером, да, то есть и перекидывали connection в Cloud, и в итоге полностью за дикомислили он премисис сервер. То есть вот такие уникальные фичи в КА есть, например. Опять же, вот и экзекливанс длинный. Ну вот простая вещь и сделана почему-то только в КА. Вот. По-прежнему там были свои бутоны к ним, архитектура как везде, то есть девайсы, они там свои деплоят то, что называется, то, что я называл там в Майкрософте, локальный гейтвей, да, это у них КА, СДК, они под абсолютно все платформы есть, там не только под Raspberry 5, там, под Adruin, там, под Texas Instruments полностью всю линейку, под интеллевые все, под всю линейку, то есть очень много. Их именно КА, СДК есть, гейтвей, то есть отсюда еще могут отходить разные девайсы, как я говорил, в случае Internet of Cars, когда в машине находится какой-то там на Raspberry Pi, там, например, свой бортовой компьютер, от него еще ему репортуют много датчиков, которые не имеют своего коннектива и выхода на родительский гейтвей. Здесь фабрика серверов, которые, вот, как я говорю, там разные функции есть у них. Основное то, что вот я говорю, что вот этот КА, СДК, он позволяет вот для того, что по команде серверов переключаться на другие сервера и другие вещи. Ну и там какой-то бэкэнд, там SQL-база данных для хранения метаданных, всяких описаний полиси, но SQL, все это плакало, кроме вот Zukiper. Zukiper – это распределенный координатор кластера, многие распределенные фреймворки с ним работают, это открытый проект тоже, то есть Mezos, Hadoop, они все работают с Zukiper, Sower в кластерном режиме, вот, это не исключение. То есть там, я не знаю, там реализуют разные там алгоритмы, там LeaderLection, Quorum, там прочие. Вот, то есть такая архитектура, мы по-прежнему там были кое-какие потомыки, нет идеальных solutions, мы ее подточили на пениках, но стало хорошо вообще. Это если будет время, у меня такой вот прием, что основную часть рассказывают, еще она вопросит, потом если время остается, я, там у меня есть пара аппендиксов в этой презентации, может не вернуться, если не останется, то мы другая. Вот, но вот так это, подобное решение позволило приблизиться максимально из всех доступных решений к тому набору рекламентов, который нам нужен для того, чтобы быть готовым отреагировать как спецназовцу, как SWAT активно любые вопросы и капризы заказчиков, которые я вначале сказал, становятся все капризнее, 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 да. Вот, один момент, хочу полностью разделить в два этих понятия, IT middleware и IT platform. Почему? Потому что, вот смотрите, K, Azure IT platform, Amazon IT platform, там тот же самый, любой гитвей это, скажем так, капля в море из того, что нужно, да, чтобы закрыть все эти вот рекламенты, которые я говорил. Потому что, например, для Hellscape, мало нам было, то есть это набор входных данных еще внешних для обогащения, для получения инсайтов, которые нужно было, то есть это разные источники, там, да, то есть, чтобы получать данные о погоде, о магнитных бурях, о других, которые, мало того, что нужно снимать данные, там, с твоих браслетов, Hellscape браслетов, то есть сердцебиение, там, шапочка, там, это с фольгой, да, который твой мозг мониторит, нужно еще внешние данные заливать, чтобы накладывать, чтобы какие-то предсказания делать. Опять же, Facebook, социальные сети, там, какие-нибудь продажи каких-нибудь с внешних систем, там, медикаментов, там, или информация, там, каких-то, там, ну, любая информация, то есть, получается, мы делаем 360, то есть, 360 view, там, нашего и пользователя, и оборудование, и только тогда мы можем полноценный нормальный сервис предоставлять. Но их же нужно как-то в сеть источники данных загружать. Кроме этого, все это нужно как-то презентовать. А может быть, любой BI-2, я тут два указал, там, Power BI, для обычных репортов, чартов и real-time, то есть, управлять этим надо и так далее. И плюс, это все нужно где-то процессить, хранить, там, при этом без боттленеков, потому что, я говорю, что мы закладываемся на платформу, которая скалируется, которая не имеет боттленеков. То есть, в нашем случае, там, был, например, там, Spark, Cassandra, там, всем известная, база данных, Mozilla, база данных, Apache Ignite, это In-memory Cache нового поколения и так далее. То есть, должен быть еще вот такая вот солянка, такой вот обвес вокруг этого маленького IoT-гитвея, чтобы мы получили продукт. То есть, в итоге мы что получаем? Что вот этот вот K, это всего лишь такой, как мы его называем с архитектурной точки зрения, это медиатор, это middleware между реальными девайсами и настоящей IoT-платформой. То есть, и мы не хотим только медиатор, когда мы, вот, чтобы мы это понимали, когда к нам приходят, например, ребята, там, из Microsoft, из Red Hat, из Amazon и говорят, возьмите нашу IoT-платформу. Вы не получите IoT-платформу. Это, интегрировать этот компонент в вашу систему, это будет, там, от силы 5% всего эфорта по, в работе, по созданию IoT-платформы. Вот к чему мы их храним. Колоколируем. Вот. И нам нужна полная платформа, а не кусочек ее, да? Вернемся к этому слайду, мы его быстро пройдем, есть, можно его даже скипнуть, но просто я говорю, что я уже многие вещи говорил в процессе, да? То есть, что Zillow downtime, scalability, там, delivery, message guarantees, если мы говорим про healthcare или, там, про финансовый какой-то IoT. Вот. Все эти вопросы про юзабилити, про IP-тестинг и про deployment, про ownership данных мы должны предлагать с опцией кастомеру, потому что они приходят с такими требованиями, другие с такими. Вот. Опять же, аналитика, безопасность, compliance – это то, что вот именно вот эти вот вещи, во-первых, ближе всего реализовал как медиатор IoT-mediator K, но, кроме того, очень многое мы допиливаем сами. И, ну, естественно, везде real-time, везде real-time, особенно, то есть, накладываясь на такое требование, как delivery guarantees, это становится очень челленджем, скажем так, очень слабым. Ну и вот, наконец, тот референс blueprint, мы сейчас пройдемся по шагам, так что у нас тут по времени, может быть, еще что-нибудь и успеем рассказать. Я старался быть как можно более быстрым. Это то, что уже как я это вижу, в каком виде это должно быть, скажу даже больше. Я с группой инициативных ребят из BioRussian Big Data Research Group мы стали имплементировать акселератор. Вот. Потому что каждый раз приходит такой проект. Мы начинаем с, да, то есть, ramp up environment, процессы все настраивать, continuous delivery, deployment и прочее, прочее, прочее. И так каждый раз заново, заново, заново. А еще, когда подключаем data scientist, это становится вообще… Например, я вам скажу, что обычного сеньорного data scientist продают, за это слово не продают, в три раза дороже, чем у меня самого сеньорного архитектора. И поэтому у себя на проекте, когда таких людей я вижу, я хочу, чтобы они за свои сумасшедшие деньги максимально вкладывались в то, для чего их сюда позвали. А не пытался этот человек сутки или там неделю переложить данные с S3 в себе в варихаус, там, пытаться там что-то настроить, какой-то security. И в итоге, думаю, что вложился деньгами, а он только что скопировал данные, да. Или этот Jupiter ноутбук свой настраивает аналитически, или еще что-нибудь. Мне этого не хочется, поэтому… И это каждый раз происходит, 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 поэтому начали делать вот такой акселератор. Это уже, кстати, в достаточной высокой степени готовности. Но, именно так как самый интересный кейс был в Headscape, я расскажу на примере Headscape, а эти платформа какая… Ну, естественно, это можно расширить на любой другой кейс, он МГС, там, гэмбинг, там, все что угодно. То есть, вот, это наши датчики, браслеты, там, все что угодно, вот. Они сливают данные в какой-то локальный гейтвей, да. То есть, это опять же, это может быть там мобильник у вас в кармане, это может быть Raspberry Pi в машине, там, бортовой компьютер, все что угодно. Главное, какая-то локальный гейтвей, который будет позволять вам там запустить именно вот этот вот локальный гейтвей выбранного вами IT-медиатора. То есть, я здесь говорю про как, про конкретный случай, это не значит, что я, во-первых, эгитирую у вас его использовать, во-вторых, это не значит, что я говорю, что это единственный возможный случай. Я, чтобы быть конкретным, рассказывал один единственный кейс стат из многих, который возможен. Можно маппить эту архитектуру на любой стат, естественно, с допущением. Например, поменяли, сказали, ага, у нас здесь будет не экзек, нюанс до ливли в гарантии, а от лист ланс. То есть, данные могут дублироваться, мы можем там, если это финансовая система, то они будут в доброй связи, то от кастомера придут две ставки вместо одной, и у него снимется там не 100 долларов, а 200. Вы готовы на это пойти? Если готовы, то мы можем заменить этот компонент на тумб. Ну, вот я к этому. То есть, естественно, этот локальный гейтвей сливает данные в какую-то серверную платформу Mediator, это может быть K, это может быть Azure, IBM, там все что угодно. И аналогично обратно, как я уже говорил, до того, что мало того, что настройки приходят новые там прошивки, там, да, там firmware update, там или сигналы и boot. То есть, обратная связь, она здесь критическая, важна для того, чтобы называться именно IT-платформой. То есть, мы не только статистику должны или какую-то телеметрию собирать, но и управлять девайсом. Вот когда это становится девайсов много, тысячи, там, может даже миллионы, то это становится настоящим таким вот испытанием, челленджем это реализовать. Ну, кроме того, как я уже упоминал, что даже современные Deep Learning фреймворки типа TensorFlow позволяют запускаться вам там на Android, на iOS, на Raspberry Pi. И этот экспириенс просто совсем новый в мире интернета вещей, который... И как уже до этого я говорил, что в итоге этот K, этот IT-медиатор, он всего лишь капля в море. Часть того, что мы называем именно IoT-платформ. У нас тут нужны интеграция, операции, персистанс, аналитика, какой-то front-end middleware, там RPC свой, выставить наши какие-то сервисы наружу и хостик. Сейчас мы пройдемся быстренько, у нас как раз осталось минут 15-20 на этом. То есть сделаем маленький... Почему, например, вот верхнюю тоже я считаю частью IT-платформы? Во-первых, нам нужно визибирити какое-то и управление. BackOffice – это тоже частью IT-платформы, кто бы что ни говорил. Но кроме того, очень важная штука здесь именно RPC, API. То есть, например, у нас, да, это платформа, IT-платформа, которая там имплементирует какую-нибудь классическую ландо-архитектуру. То есть у нас где-то есть большой дата-сет бач, какой-нибудь real-time view, который с коррекцией там лежит. Нам, чтобы показать какой-то там даже чарт, дашбордик, нужно заджойнить эти данные, то есть от большого и от SpeedView, и показать это что. То есть выставлять наши базы данных, импоинты наружу – это абсолютно, да, плохая практика. Мы должны это закрыть каким-то своим RPC-своем, заджойнить это внутри и уже выставить готовый какой-то view. Для этого мы что-нибудь сами напишем. Поэтому это тоже очень большая вещь, поэтому от тех же самых… Вот здесь, когда кто-то говорит про микросервисы, про все что угодно, я говорю – не работайте с данными микросервисами. Data-centric решения требует data-centric инструментов. Вот. То есть вы будете реализовывать на микросервисах какой-нибудь стриминг тот же самый, будете думать, как мне сделать там throttling, там backpressure, там тот же самый failover, оркестрацию, передачу по графу задач, каких-нибудь стейта, да, в итоге, как мне какой-нибудь комплексным процессом заделать. То есть в итоге вы сделаете такого… будете изобретать колесо, как я говорю, и не сделайте это лучше, чем кучу мировых вендоров, да, которые контрибуются в какой-нибудь тот же самый патчстаг или там, ну, во что-нибудь подобное. Вы это не сделаете никогда лучше. И не надо мне это аргументировать словами, что мне нужна лишь частичка этого, так используйте частичку нормального фреймворка, но который data-centric, который доказано работает в продакшене, а не делайте на микросервисах какой-то data flow. Это такой же жесткий антипаттерн, за который я, например, на своих проектах начинаю наказывать. А уже именно корпесилы собрать уже готовые инсайты, например, из разных источников, какую-то более компактную вьюшку в пакет положить там куда-нибудь или обновить там по вебсокетам какой-нибудь дашборде на клиенте – это, естественно, здесь уже микросервисы идут. Вот, в итоге. Поэтому я не верю, что и верхнюю часть, которая называется фронтендами до УВА, тоже называю частью антиплатформы. От этого никуда не деться. Ну и как бы, если вы не предоставите этот юзер-эксперенс по кастмерам вашим, то грош цена вашей платформы, да, то есть, по-моему, считайте, что она не задаливая ничего. Так, дальше. Вот эти источники данных, о которых я уже говорил, там всякие, там погода, давление, там еще что-то, любой внутренний, там CRM-ка ваших клиентов, база данных – все это нужно, все это затягивается, соответственно, с ПАКом. Вот в чем дело. Ну, это доказанный тоже вариант. Можно использовать разные, там, ETL-пулы и так далее. Это то, что, опять же, себя оправдало, то, что работает, скалируется, не имеет ботонеков, имеют кучу интеграций, и так далее, и тому подобное. И здесь вот, что важно. Ни один эти middleware не умеет тянуть данные отсюда, да, Spark, например, не умеет тянуть данные с девайсом. Поэтому здесь это минимальный набор тех сервисов, компонентов, которые нужны на этом слоеве. Так, идем дальше. Что у нас там? У нас дальше будет Persistent Слоевер. Я чуть-чуть вот перескачу сюда, чтобы рассказать про Data Platform, а потом начнем про операции и аналитику. Первое – это In-Memory Cache. Его нужно рассматривать всегда вкупе с бэкендами. Это распределенный кэш. Сейчас, смотрите, появилась такая штука, новый термин. Нужно же этим вендорам продавать новые сервисы? Было раньше WMS, SQL, потом появился NoSQL – это то, что Кассандра. А сейчас Google ввел новый термин на рынок – NewSQL. Это такая база данных, которая скейлится как NoSQL, но при этом имеет Acid Compliance и прочие бенефиты традиционной реляционки. То, чего не было возможным с использованием вот именно всяких там Кассандр, HBase и подобных вещей. Потому что понятно, почему они не имеют Acid Compliance. Потому что это все делается на логах. Любой лог, любая транзакция, любая критическая секция – это боталнетики. Если вы сделали в Кассандре транзакционность, то зачем вообще эта Кассандра нужна? Используйте традиционный Oracle, SQL Server, что угодно построить и тому подобное. Они имеют шарды и так далее, и так далее. И второе – ну ладно. То есть индексы у них не работают в распределенной среде. Именно такая структура данных, как BitRisk, она не работает на нескольких компьютерах и так далее. И вот, с помощью этого туркета можно сделать аналог NewSQL, который они предлагают у себя в Cloud. То есть тут основная идея в чем? Что все данные идут через InMemory Cache, в котором это Ignite, это могут быть другие. Опять же, я говорю, это референс архитектура, но натянутая на конкретные статики. Поэтому бы использовался Ignite, там можно какой-нибудь аналог делать. Как правило, сейчас современные распределенные Cache, они имеют поддержку Cache в транзакции и так далее. Здесь основная вещь, чтобы вся запись и чтение шла именно через этот Cache. То есть то, что мы им пишем туда и читаем туда, чтобы мы не влезли в Cassandra. В итоге этот Cache, у него там свои есть fiction policies, то, что ему не нужно по-разному полисам, он скидывает в Cassandra, КВЯ пошла туда, в этот Cache. Он то, что не имеет, он вытянул с Cassandra. Мы полностью заемли. Но Cassandra нужна здесь как реально для durability, именно как Data Persistence Cache. А все входы-выходы идут через этот как бы хаб данных. При этом мы, во-первых, имеем тот же самый asset compliance, если нам нужна транзакционность, гарантированная для, я не знаю, для финансовых каких-нибудь систем, для чего угодно. И при этом это, опять же, скалируется, это не bottleneck. Как работает распределенный memory cache, это отдельная тема. Мы очень много этих деталей, именно по данным и так далее разбираем на тектепинге. Вот. Это я просто говорю то, что как это можно сюда прикрутить. Так, дальше. Механизмы коммуникации. Ignite вообще уникальная вещь. Это как memory cache, распределенный с транзакцией. Он еще умеет прикидываться чем угодно. Например, он полностью имплементирует Redis-интерфейс. Ну, кэш-интерфейс. Если у вас какой-нибудь Legacy PSP site, который работает с Redis, вы под него можете подсунуть Ignite, он даже не узнает. Он поддерживает там GDPC, ODPC, там куча интерфейсов. И поэтому даже какие-нибудь традиционные BI-тулы, там Tableau, ClickView, все что угодно, может ковырять этот Ignite с огромной скоростью, строить отчеты. Это как roll-up-кубик получается, который агрегации в памяти делает на лиду. Это очень крутая фича. Поэтому я здесь и написал GDPC-соединение. Хотя, ну и опять же, тот же самый K, я вот говорил уже, да, архитектура показывает, что там MetaStor хранится в реляционке. Это однозначно становится бутылнеком, когда полисей становится много там и так далее, и так далее. Любой MetaStor становится, именно в реляционке становится рано или поздно бутылнеком. И когда я говорю, что мы подпилили напильником чуть-чуть K, чтобы вообще его близким к идеальным сделали, это я имел в виду, что мы подсунули, например, под... У него там помолчали MySQL или Postgreer поднимается, а мы взяли, направили его на GDPC-интерфейс. Ignite стал работать точно так же, как бы с реляционной базой данных, только которая на мере распределена. То есть вот это вот, даже вот такие вот трики позволяют делать Ignite. И мы даже тот же самый K в этой точке от бутылнека избавили. А как я вам говорил в самом начале, я хочу рассказать вам, как делать платформу именно без бутылнеков. Так, ну а, соответственно, основной поток событий, начиная от телеметрии, причем в обе стороны, все это через Kafka. Kafka это сервис-бас, он продуктивен, скейлабл, то есть любые сейчас современные сервис-басы, даже в углаках, они сделаны на базе Kafka. То есть тот же самый Kinesis в Амазоне, это всего лишь написали в ракер с биллингом над Kafka и запустили его в Амазоне. Azure Event Hubs аналогично и так далее. Потому что более, скажем так, интересного в смысле какой-нибудь enterprise-сервис-бас решения, чем Kafka, сейчас просто не существует. Вот. Тут просто другой момент, что у Kafka в том числе есть, в последнее время появились и свои стримы, свои ETL-тул. Раньше это был просто сервис-бас. А сейчас у нас, и пассивный элемент, да, то есть пассивный в каком смысле? Что кто-то туда должен писать и кто-то оттуда должен читать. Вот. А сейчас Kafka займела свой вес, свои стримы, но мы не используем их для ETL, здесь больше Spark подходит, он вообще индустриальный бюро и де-факто стандарт для всяких ETL и интеграций. Вот. Что уж говорить, если последний САП свою САПхану с аналитическим движком Vora сделал на Spartan. Чего я не ожидал, так и поэтому. Вот. То есть это уже признание на всех уровнях. Я уже не говорю от самых, скажем так, наших пролетарских уровней. Вот. Но здесь Kafka Streams очень хороши для комплексовым процессингом. Именно там fraud detection делать, decision making, да, то есть поднялось это самое давление звонить в скорую, или там смс-ку родителям отправить, если дыхание у ребенка сбивается, или еще что-то. Или вот как в банковской сфере с самым простым комплексовым процессингом с оглядкой на какие-нибудь данные отсюда. Это там вот, например, человек получает зарплату на карточку, он постоянно снимает по чуть-чуть в определенные суммы, там больше выходные, когда в маркет идет, меньше тогда-то. А тут оп, он и среди ночи хочет с этой карточки кто-то снять всю сумму. Уже behavior analytics такой, что это, ну выбивается, да, такое поведение из обычного за 10 лет для этого человека. Понятно, что здесь не нужно блокировать платеж, но это хотя бы повод, чтобы прислать смс-ку с подтверждением QR-каля на телефон, да, чтобы двухфазную авторизацию включить, которая обычно утомляет, и если поведение пользователя накладывается на какой-то привычный шаблон поведения, то не надо отягощать юзера подобными вещами. А вот если вот он среди ночи, блин, и всю сумму решил там снять с банкомата, причем из того, из которого никогда не снимал, ну то есть это нужно любой вот такой комплекс event processing, decision making хитрый нанимать, его лучше делать в real-time, да, чтобы никто деньги не увел из банкомата, то это лучше делать вот здесь вот на этом вот шаге и Kafka Stream очень позволяют такие вещи делать. Так, что у нас тут? Так, Vastic Search, понятно, Vastic Search. А, так, основная вещь здесь в чем? Что Ignite выступает здесь как Data Hub, куда данные пишутся и записываются, он, если нужно, подчитывает из бэкэнда и асинхронно пишет. Скорость увеличивается намного. Почему? Потому что Ignite нас, скажем так, изолирует от диска iCloud, который является всегда самым большим тормозом в подобных системах real-time. Почему? Потому что он пишет в Cassandra асинхронно. А что, как говорится, с redundancy, да, с надежностью данных? Ну, в самом Ignite есть реплики и он возвращает управление клиенту, например, какому-нибудь там стриминг-клиенту, когда он закоммитил там несколько реплик в памяти. Это все равно будет намного быстрее, чем еще коммитить в Cassandra и только потом возвращать их к knowledge, что я закоммитил данные, да. В итоге, получается, данные у нас остаются надежные, на нескольких серваках в памяти зареплицированы, и потом они начинают асинхронно писать в Cassandra. Если один сервак умер, то мы считаем, что со второй репликой в памяти живой он рано или поздно все равно докоммитит в Cassandra. Ну и, соответственно, количество replication-факторов мы увеличим, увеличим, надежность данных повышается. Таким образом, мы через in-memory-прослойт, пусть и распределенную, намного снимаем вот здесь вот bottleneck с диском, с disk.io, и при этом без того, чтобы пострадал именно сам наш консистенси, наши данные durability и прочие ACID атрибуты. Ну, то есть и вот эти вот стрелочки, они очень важны, да, если это называется read-through, write-through, причем write-through он синхронный, чтобы изолировать нас от этого bottleneck с диском. Ну, Elasticsearch это понятно, там, full-text поиск, там, geopoиск, там, разные query, experience, там, все что угодно, там, это всегда как один из, де-факто, там, любая телеметрия, опять же, там, уже говорили, что Elasticsearch банды для мониторинга иногда применяются. Он, конечно, нагрузки не держит, но, как бы, для каких-то таких вот чартиков, которые показывают состояние за последние, там, несколько часов достаточно. Поэтому, в принципе, как один из фасадов Elastic вообще, ну, так или иначе во всех системах сейчас таких присутствует. Идем, а, вот эта связь, я говорил, что напрямую в Cassandra никто не пишет, но есть такой тоже, например, веб-камера, да, или там, это тоже часто IT, сейчас это, считаем, это девайсами, вот. И зачем прогонять MediaStream через memory-прослойку, ну, если, во-первых, данные plant-only, если они без мутаций, да, то есть у нас eventual consistency, транзакционность, она нас не интересует. Она нужна только медиа-информацию, там, вот такими чарками складывать в Cassandra. Это можно, вот, единственный случай, исключение, когда можно обойти именно email-прослойку, там, Spark, например, или Kat даже, он тоже MediaStream умеет с endpoint-ом, как бы, двигать. То есть можно писать напрямую чарками в Cassandra, например, там, видео-отрезками, там, по 5 минут, да, там, по минуте, все что угодно. Еще один момент. Есть такая штука, как OpenTistDB. Это не база данных, хотя там у нее в конце DB, это всего лишь API-надстройка над Cassandra или HB. Она в специальном виде оптимизированном сохраняет данные в этой базе данных и читает потом. Почему? Потому что 90% кейзов с Time Series данными, с телеметрией, это такие кейзы, как anomaly detection, да, downsampling, чтобы разные скейли данные показать, при этом с сохранением наиболее близких пропорций и закономерностей, да, чтобы они какие-нибудь пики не сгладились и так далее. Определенные алгоритмы есть, и именно вот такие типичные кейзы имплементируют OpenTistDB, как просто библиотека. Поэтому в том числе кое-что можно складывать через OpenTistDB в определенном виде, чтобы потом показывать это, там, то же самое, делать простой anomaly detection. Вот. Естественно, если, как я уже говорил, что если OpenTistDB сюда пишет, то он и читать должен. Он там в своем информате пишет, в Кассандру и в своем читает. Поэтому это в том числе часть, в двоих областях присутствует, operation и analytics, потому что это тоже может быть частью аналитики, причем очень важной. Как я сказал, Spark для machine learning, TensorFlow, это вот сейчас становится для интернета вещей, эти новые как бы функционально становятся доступны, потому что можно тренировать какие-нибудь модельки. То есть, опять же, как мы делали для хорская платформы, собирали данные поведения мозга с эпилептиков, с очень многих. И тренировали, в общем, модель, которая реагирует на разные случаи жизни. И, соответственно, натренировав эту модель, там, Spark и machine learning, TensorFlow с deep learning, можно это все дело загружать вот через эту штуку, через K обратно. И чтобы не только по своим данным тебе на мобильнике предсказывал что-то девайс, но чтобы ты пользовался инсайтами со всего мира. Поэтому это часть аналитики, я не говорю здесь ни про BI, ни про что, то есть не про репорты, я говорю только про аналитики и как она может, эта аналитика, скажем так, дополнять функциональность именно платформы для интернета вещей. Другой кейс очень важный. Нетворкинг, broadband операторы, сотовые операторы, интернет-провайдеры на уровне телеком. Вот приходил к нам один заказчик, сейчас такую штуку сделали, то есть атака через DNS-трафик. DNS-трафик – это такой трафик, который не режется ни одним фаерволом, потому что одно интернет. И он проходит через все фаерволы. Он как выглядит? Запрос по айпишнику, ответ какой-то текстовый DNS-нейма, да? Внутри в B64 кодируют TCP-пакеты. Пропускная способность очень маленькая, то есть таренты не покачаешь через фаервол, но каким-нибудь болтнетом управлять извне – вполне. И это очень страшная уязвимость, с которой сейчас многие телеком-операторы борются. Как это делать? Это тоже интернет вещает только в телекоме, я про что и говорил, что по-разному называют. И здесь бороться можно только через deep package inspection, то есть разбирать пакеты там на всякие. Это настолько просаживает, ну, трафик вообще. А это, как я говорю, нормы там, например, Белтелекома, Ростелекома, там подобные вещи встают. Что, как это делают? Тренируют, есть компании, которые собирают всю жизнь DNS-трафик, и вообще любой трафик со всего интернета на S3 хранят. Покупается этот трафик за всю историю, на нем тренируются, то есть разбираются уже эти пакеты в оффлайне, то есть уязвимости, вирусы, malicious, всякие активити находятся. Тренируется какая-то модель компактная, там, Decision 3, статистическая культура, и структурка, которая позволяет вот не проводить deep package inspection на лету, а типа вот пакеты через нее пропускать, и она говорит с какой-то долей вероятностью это подозрительный пакет или нет. В ML, да? И, соответственно, если он подозрительный, то добро пожаловать в красный коридор, если нет, то в зеленый идите дальше без deep package inspection. И вот, подобная штука тренируется на TensorFlow, на гигантских там, например, бета-пайты данных этого трафика накопленных, чтобы такую вот маленькую структурку с коэффициентами вероятности натренировать. И потом она оплотится обратно куда-нибудь вот сюда, на какой-нибудь роутер, да, в память, во флешку, уже маленькая эта вероятностная структура, которая через себя прогоняет TCP, IP и любой другой там DNS-трафик. То есть поэтому вот эта вещь тоже становится неотъемлемой частью нормальной, полноценной именно IoT-платформы. Дальше. Это вот все штуки для работы с графами. Я про impact analysis уже говорил. Это predictive maintenance девайсов и так далее. подобные вещи стали возможны. То есть это название этих технологий. То есть Gremlin, Janus, Graph, Tantibit, Grakain. Это специфический домен баз данных, но только используя их тоже, мы можем открывать очень серьезные опции для интернета вещей для нашей платформы. включая как для внутреннего predictive maintenance нашего хозяйства, так и для доставки каких-то инсайтов кастомерам и конечным end-userам. Так, хостится все это в докере, управляется кибернетисом. Тут рассказывали про квадфандри. Говорили, что преимущество того, что это не контейнеризируется. Я считаю, что недостаток. Но в любом случае это должно быть изолировано, это должно деплоиться, это должно оркестрироваться. Тот же самый кибернетис и докер позволяют запускать где угодно. В любом облаке, на железе, в мезосе, в open shift, в open state, на зоне, в угле, в ажуре. То есть все, что угодно сейчас. Это становится де-факто и до юра тоже стандартом по оркестрации чего угодно, контейнеров, микросерпс. Ну и заканчиваем. Фронт-эндами дуэ, это всякие BI тулы, опять же китбана, всякие графаны, и аналитические тулы. Это, кстати, тоже все прекрасно. Как правило, это все в какие-то приложения, все это пакуется в докеры, оркестрируется в кибернетисе и может являться частью одного большого дипломинг-пакета вашей IoT-платформы. Что тут? Вот RPC свой, это то же самое Spring, с фабрикетом, с чем угодно. То есть это я уже рассказывал, почему нужно свой RPC и BI свой писать. Это тоже все-таки является неотъемлемой частью. Ну и всякие там друл, скэмом для, если хочется, полисей, rules-based engine, там всякую интеграцию сделать. Ну и ZOOGIPER это координаты. Вот, в принципе, почти вписались, на 7 минут я опоздал. Это то, как мы видим, должна выглядеть именно IoT-платформа без бутонета, которая решает и закрывает все те требования, которые я вначале вам озвучил, которая может диплоиться, просто платформенная, которая прекрасно вставляется из-за того, что она декоративная и контейнеризированно описывается. Вы можете запускать на девелоперском топе, в CI-environменте, в продакшене, с разными параметрами. Вот, в принципе, и все. Вот, про это я вам хотел рассказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Контакты ваши еще раз выведите. Еще раз. Что вы можете сказать про InfluxDB? Насколько это mature? Можно ли это использовать вместо касанки, если я хочу только M-series данные писать? InfluxDB он mature, он production ready. Можно использовать и InfluxDB, и Prometheus, но они узкоспециализированы. То есть, это такой навык OpenTestDB, который в своем формате сохраняет данные и в своем же читает. Если вам нужно что-то более, скажем так, то есть с аналитикой более, которая выходит в плюс-минус сантиметр за то, что там есть уже в API, вы должны оттуда выгрузить данные, положить, например, куда-нибудь в тот же самый Hadoop или в Cassandra, в итоге это лишним звеном становится. Зачем? Если Cassandra позволяет хранить и Time Series данные в прекрасном виде, и аналитику проводит на нем и так далее. То есть, но это очень mature, это production ready, схема, решение с очень узкой специализацией. Опять же, чтобы не было overhead, если для ваших реквариментов, как я говорил, это референс архитектура, да, вы можете заменить. Вам, например, не нужна аналитика вот такая мощная, как я говорил. Пожалуйста, только будьте в курсе, какие, ну, какие pros and cons это принесет в вашу вот эту архитектуру. Но это вот такая. И Прометеус еще посмотрите, тоже очень хорошая. Спасибо. Еще у вас есть? Спасибо за наклад. Скажите, пожалуйста, вы рассказывали, что для анализа пакетов брали базу данных записанных пакетов. Для анализа ERG-данных откуда вы брали базу данных и насколько успешно... Для каких данных? Для обнаружения эпилептического препарата. А, во-первых, мы уже сотрудничали с компанией, но она стала передавать данные позже, потому что, когда доверие между компаниями вышло на уровень должного. Потому что, естественно, я про что говорю, как только начинает такой домен погружаться, там огромные вопросы к sensitivity данных. И, как правило, для такой аналитики почти все берется с разных каблов. Были каблы конкретные. Вот как вот нас, Хакатон, да, они взяли конкретно свои данные, анонимизировали, но выкинули наружу и можно стало смотреть полностью аналогично здесь. Есть открытые датасеты, в том числе для эпилептиков. Мы на них тренировали модели, чтобы на первоначальных этапах, чтобы получить какие-то proof of concepts, начать проект, не тормозить. И когда уже на какой-то стадии уровень доверия между компаниями вырос, мы даже получили доступ к их данных. Скажу больше, что часть этого акселератора, правда, она еще не имплементирована, но не будет. Мы планируем, что это будет, есть фреймворк именно для таких случаев, которые, то есть натравливаешь внутри компании фреймворк на их данные. Он на них тренируется и потом модель генерирует похожие данные, но не те, что там, анонимизированные. То есть фреймворк планируется этот быть универсальным в Avro-схеме, если… То есть это уже, опять же, нужно движение со стороны кастомера. Он тоже не хочет вам выдавать данные. Вы говорите, что у себя там положите в Avro-формате какие-то данные в Avro-формате в Descriptive, динамические, как угодно. Мы на этот формат натравливаем модель, она учится, и потом генерируем. Ни одного из ваших реальных ячеек данных мы не затягиваем к себе, а затягиваем вероятностную модель, которая генерит что-то похожее на анонимизирование. Вот, подобные тоже есть подходы. Но в данном случае мы начинали именно с каглов. И вот для эпилептиков там целый датасет и публичный выложил. Аналогично, я просто закончу, тоже интересный кейс был. Вот, сейчас для Internet of Cars то же самое то, что я говорил. Там потерялась у людей очень важная четверть датасета, привязка треков к... Дропнулся индекс с этим самым... с привязкой к конкретным водителям. А там в тот момент у людей было на производстве много аварий. И они, когда пришел бизнес, говорят, давайте мы будем расследовать, наказывать людей причины. Они говорят, а у нас анонимизированный датасет, только треки есть. И встал вопрос, чтобы провести такую... Натренировать такую модель именно Behavior Analytics, чтобы по траекториям, там движениям, сжавить тормозов, дергание руля, определять, какой водитель был в этот момент за рулем. И то же самое. Нужны были данные, там были проблемы. И даже вот таких вещей уже каблы есть. То есть это как соревнование, да, олимпиада для дейта-сайентистов. Выкидывается задание, выкидывается тестовый датасет. Говорит, ребята, кто лучше натренирует такую модель, которая вот такую-то вещь делает с большей точностью, тот получит, там, предположим, Нобелевскую премию. Ну, вот так вот. Это первый источник, куда нужно идти за данными. Спасибо. Давайте еще один вопрос. За реальными данными, на которых именно Machine Learning эти планы к работе. Потому что, естественно, любые искусственные данные в 99% дадут вам негативный результат. Давайте последние вопросы. После можно будет купиться пиццы, чай, кофе и про то, что обсуждение там или здесь после доклада. Еще вопросы есть? Вопросы нет. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.